Привет всем Высшим! И да, как видите, мы сегодня будем играть в Grounded. Довольно милая игра, чем-то напоминающая мультики Disney. Я её уже давно ждал, и мне она казалась довольно интересной. Но давайте проверим, так ли это. Что ж, и вот наша новая игра за Питера. К сожалению, здесь нельзя кастомизировать персонажа, и это на самом деле грустно. Но, должен сказать, озвучили его довольно неплохо. Так, давай-ка тут осмотримся. И, о господи, у нас сразу нашли камень. Так, давай перейдём на вид отресь в лица. И, судя по всему, мы играем за атлета, потому что посмотри, какие камни он тягает, и на какую высоту он прыгает. Это, конечно, что-то с чем-то. А главное, как он кидает камни. Вот так вот. Слушай, я бы так не смог. То есть, это валун с его... Я извиняюсь. Да больше, чем кисть. В общем, судя по всему, мы играем действительно за какого-то атлета. Так, собираем какие-то веточки, камешки и, конечно, грибочки. По первому впечатлению, игра, кстати, напоминает чем-то Форест или... Или какой-то... Я даже и не знаю. Может быть, Раст, но всё же она слишком, наверное, добрая и мультяшная. Так. А вместо монстров у нас милые муравьи, мошки и всякие мухи. Так, давай-ка, используем... Ммм, камень... Слушай, а у меня всего три предмета, которые я могу анализировать, поэтому... Давай все их... Все и анализируем. Так. Что ж. Мы можем уже что-то создать, судя по всему. Так. А, это ещё у нас что? Это, я не знаю, для строительства или, может быть, это какой-то хлыст? Ну, узнаем потом. Так, и последний это камешек. Через восемь минут мы сможем снова что-то анализировать. И, может быть, нам на это поможет что-то даже создать. Так. Давай, наверное, побольше камней соберём, потому что мы их можем кидать. Чтобы сбивать какие-то предметы. А, так. Так, так, так. Кого я вижу? А я, если честно, ничего не вижу. У нас тут трава всякая. Ммм, давай, может быть, найдём себе воды для начала. Или, может быть, какую-то живую дивность, которую мы сможем одолеть своим камешком. Хотя, слушай, давай, может быть, что-нибудь и создадим. А, так, могу создать... А, оно требуется для создания топора. И дубины. Что ж. Ой-ей, меня бьют. Иди отсюда, иди отсюда, мать твою. Всё. Одолели. Так, и получили какой-то непонятный мешок волос гнатфус. А волосы мухи... Ладно, не важно. В общем, давай что-то создавать. Так, у нас есть возможность создать... Так, мы можем это сделать? А, слушай, да, могу. В общем, я могу теперь сделать какую-то дубину или копьё. Слушай, мы можем даже и лук сделать. Ну, я чё-то хотел бы на самом деле сделать... А где я возьму вот эту вот остренькую... Остренькую-остренькую... Как тебе сделать? Хм... Ладно. Давай, наверное, попробуем что-нибудь собрать, и... Может быть, у нас даже получится это сделать. Так. У нас, на самом деле, много уже чего, и... Может быть... Так, а это ещё что такое? Ой, ёлопало, паук! Так, у меня 10 камней, я, конечно, могу его закидать, но... А, слушай! У него, наверное, вот эти конечности подходят для создания нужного нам предмета. Получай, гадина! Ну, а тебе? Ты ж какая... Слушай... А он, судя по всему, сильный. Бух ты ж... О, половина здоровья, половина здоровья, нет, нет, нет. Плохая идея, плохая идея. Блин! И мы выронили рюкзак. Да ёлопало. Да, всё-таки, если бы у нас была какая-то команда, нам было бы проще. Ну, как видишь, мы можем хотя бы... Так, а ты добрый? О, рабочий муравей! Слушай, ну, я, конечно, не то чтобы много знаю о муравьях, но если бы мы подошли к какой-то колонии муравьёв или встретили рабочего муравья, вот в таком даже виде, он бы на нас набросился, я тебя уверяю. У меня были эти гады в квартире, и, в общем, да. Им только сунь палец или руку. Так что я не думаю, что с ними можно было бы так мирно существовать. Ну что ж, не будем рушить такую милую вселенную. Так, а у нас тут недалеко рюкзак. Давай попробуем его забрать, и, может быть, что-то у нас получится даже изучить. Так, этот... этот паук ушёл. Аккуратненько, да-да-да-да-да. Слушай, ну, интерфейс очень сильно напоминает Fallout 7.6. Даже окно эмоций, оно на ту же клавишу, и... В общем, да. Это очень походит на то, что я видел. О, подожди, подожди, у нас есть камень. Мы можем одолеть этого царакана. Так, я надеюсь, он не помешал, ребят. Нам не помешал? Ну, хорошо. В общем, мы разойдёмся с друзьями. Давай, может, грибы покушаем? Да, мы только что выполнили часть обучения, и нам нужно найти воды. А вода содержится у нас на вот этих вот травинках. Нам только нужно её найти и как-то сбить. Вот так, например. Отлично. Отлично. Слушай, ну, уже неплохо. Мы собрали водичку, собрали себе какую-то... Это что, чипсы? Да ты издеваешься. Да, это чипсы, но... Я открыл её! О боже. Так. А, я не могу пройти, потому что мне требуется какой-то инструмент. Давай попробуем сделать. Что я могу сделать? Так, это я не могу сделать. Копьё. Вот, давай вот это попробуем сделать. Так. У меня получилось? Да, отлично. Получай. Ну, вроде бы требуется молоток второго уровня, насколько я понимаю. А у нас он первого. Да. Эх ты. Ладно. Да, в общем, нам нужно будет делать какой-то усовершенственный молоточек. А этот нам, судя по всему, не подходит. Слушай, ну, я уверен, у нас получится как-то его использовать. Может быть, даже в бою против кого-нибудь. Может, стоит на муравья как-то напасть. Хотя они такие дружелюбные. Может, и не стоит этого делать. А то у нас набросится вся колония. Ещё этого не хватало. Опа, опа, опа. Стой на месте. Отлично. Так, это... То, о чём я думаю. Получай. Слушай, ну, это тля... Вообще, по идее, муравьи на нас должны были наброситься, как только мы напали на тлю. Потому что у них, ну, не то чтобы симбиоз такой. Они подключают, получают некоторые питательные вещества. Поэтому... Ммм, так. А вот, судя по всему, машина, которая должна нас увеличить в размере. Но мы должны её активировать. А для этого нам требуется подключить энергию. Так, ну что ж. Ладно. Давай посмотрим, что мы можем вообще тут сделать. Так, а... А ты ещё что такое? Да, чё-чё-чё-чё-чё. Да, да, да. Вот это вот как раз таки, по идее, выделяют тля. Если я, конечно, не путаю. Сап. Ну, в любом случае, напишите в комментариях. Так, что у нас тут есть? Слушай, нам вообще надо возвращаться уже на базу. А мы как-то от неё далеко ушли. И... Ну да. Я думаю, мы уже что-то можем исследовать. Вот это-то-то-то-то. Мошка, мошка, мошка. Стой ты. Что ты делаешь? Господи, какая она... Да, ну хотя бы с одного удара она у нас... Умерла. Так что... Да, мы можем продолжить свои исследования. Вот так вот тебе. Эт-эт-эт-эт-эт. Отлично. Так, я подобрал мёртвого жука. Я, правда, не понимаю, зачем я его подбираю. И для чего он мне может пригодиться. Но... Слушай, уверен, когда-нибудь, где-нибудь он мне понадобится. Так. Что ж. У нас тут ещё довольно много грибов. И грибы вроде бы как он не проанализировал. Или изучил. О! Стой, 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 стой. Отлично. Так, они его схватили. Они унесли моего жука. Ах вы гады. Слушай, ну их тут около десятка. Поэтому я как бы нападать не собираюсь. Интересно, а у них есть какие-то различия? Там солдат-муравей, суперсолдат-муравей, рабочий муравей, муравей-следопыт. У них всё-таки есть такие разделения. И они, по идее, должны как-то варьироваться в размерах. В зависимости от, скажем так, класса муравья. Так, что ж. Мы пока что одну траву собираем, блин. Погоди, ты предлагаешь попить этой водички? Я не то чтобы думаю, что это хорошая идея. Хотя, ладно, давай посмотрим, что будет. О боже, у него отравление. Кажется, он сейчас начнёт... Да-да-да-да-да-да-дыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Интересно, а в полной версии он начнёт... Его начнёт тошнить как-то? Или что? Погоди. О, божья коровка! Ой-ё-ё-ё. что я съел так ладно самое интересное что божьи коровки они на самом деле очень сильно любят охотиться на тлю и они ее пожирают в огромных количествах муравьи по идее должны наоборот защищать тлю от божьих коровок и как-то их отгонять да 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 видишь она действительно не хохотится но судя по всему муравьям действительно как-то я извиняюсь насрать а нет 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 она траву есть привет ты добрая ну я к сожалению поделился бы с тобой чем-нибудь но не знаю как этого сделать может быть нет 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 погоди а давай вот так вот сделать может быть она будет отвечать на наши эмоции это конечно не точно но кто ее знает нет на такое она вряд ли ответит ладно давай возвращаться на базу у нас как раз таки она рядом и я уверен что у нас получится что-то проанализировать ну пока что по первому впечатлению игра довольно милая есть вариант игры от первого лица есть вид от третьего лица конечно жалко что нету какой-то кастомизации но слушай да это все-таки грустно что ее нету так что у нас тут есть мы можем проанализировать три предмета поэтому давай наверное начнем с того что нам доступно так кажется мы это никак не можем использовать а это еще что так смотри workbench слушай неплохо ну и я не особо понимаю что это но наверное это нужно так какой-то армор глюх да кстати русского здесь пока что нету но может быть ближайшее время он появится кстати даже вот всплывающие иконочки действительно такой щенку то взяли из fallout и sim 6 но занималась разработкой этой игры в студии obsidian так что я не знаю ну вот окно эмоций и в целом то как она чувствуется сама ну и те же всплывающие иконочки ну прям очень и очень и очень сильно напоминает так погоди-ка муравьи а ладно давай что-нибудь создадим а то мы все бегаем собираем одну траву и я если честно уже потерял нить какого-то зачем мы вообще это делаем так что это такое а смотри нам нужен топор и нам она нас тут напал а нет это божья коровка уничтожает лю погоди-ка а мы это можем собирать да мы можем это собирать отлично да и тлю тоже мы можем собирать кстати я действительно удивлен что муравьи не нападают на божью коровку потому что как раз таки они это и должны делать так и что нам что вы мне предлагаете сделать ну в общем мы можем так а то есть а это мы можем сделать чучело я так понимаю смотри стена дверь это я так понимаю костер так а это еще что такое так ну давай может быть нет 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 нам это не нужно вот что нам нужно столик для создания новых предметов куда бы тебя поставить давай действительно попробуем лампа я хочу лампу я хочу лампу господи дайте мне лампу так ну ладно чем а как я поворачивать на ей кью и мы можем задать высоту или не можем задать высоту в общем хрен с ним пускай у нас вот тут будет верстак будут проходить муравьи мимо но и подумаешь они вроде бы дружелюбные так что ладно так и вот у нас есть наш первый workbench господи боже мой но выглядит неплохо должен сказать он получается использовал жвала муравья качестве тисков любопытно так ну и мы можем сделать шляпу из я извиняюсь мух да о боже мой ладно что у нас здесь есть это щит или что это я не особо понимаю что это но они то ты какая-то еда судя по всему так ну смотри мы можем сделать дверь и стену давай попробуем сделать то есть у нас будет стена вот тут сейчас мы ее поставим привет так я не совсем уверен что вы должны здесь проходить но я надеюсь вам особо не помешает мое укрытие так уже еда мне мне судя по всему очень нужен топорик так вот мы собираем какую-то траву тут больше нету листьев да я понял что ты миленькая маленькое создание но почесать к сожалению я тебе не могу поэтому прости уж меня за это так ну счета вроде у нас выходит давай попробуем может быть сделать топорик себе так топор ай блин нам не хватает камней ты представляешь так камни 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 а вот камень отлично нам этого хватит до должно хватить давай тогда сразу экипируем вот так вот я рублю так вот у нас всякие листья но нам нужна вот такая вот трава сейчас слушай ну траву рубить довольно приятно должен признаться так вот у нас три листика и мы сейчас построим свою стену мне даже интересно они смогут проходить через нее или она будет им как то мешать по идее она должна им мешать и я не знаю не буду ее атаковать или или что я вообще буду делать может быть они будут проходить сбоку потому что там будет чель кто знает я если честно плане не планировал особо ссориться с муравьями у них тут муравейник поэтому мне как бы это не выгодно так ну ребят если что у вас вот тут есть небольшой проход поэтому я надеюсь вашим тропам это не помешает так ну ладно а что мы можем сделать так но она опять кого-то ест и судя по всему это опять какая-то для что ж ладно а да суши да они пробегают да 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 пробегают то есть у ел упала я не поломал ну немножко поломал ну ладно не страшно давай посмотрим что мы можем еще сделать так смотри-ка костер сша почему и нет милый такой костер пускай у нас будет где-то вот тут прямо рядом со стеной так и нам нужно еще четыре камня это как выяснилось тихо 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 я не планировал вас атаковать ребят вы мои друзья правда вот привет муравьи да я пришел к вам с миром суши если бы это было в жизни то есть если бы тебя уменьшили и ты подбежал к муравьям то я боюсь они бы тебя съели нет они бы не то что съели они бы скорее атаковали взяли бы свое гнездо и там бы уже разорвали на части так что на жуткое дело но что поделать такова природа ну ладно что у нас тут есть тут этот 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 а я к сожалению это не смогу срубить так а вот это вот вот это да смогу так и мне нужны камешки это второй камень у нас был да ну кажется да второй камень так а это еще что это солдат муравей причем смотри это вроде бы красные муравьи это ну вроде бы как огненный муравей то есть они вообще очень хищные вообще атакуют все что видят поэтому да боюсь они бы нас сожрали сразу же ну ладно в любом случае здесь муравей так или иначе они доминируют и они на каждом углу поэтому скрыться от них я думаю не получится в случаях войны да и если честно я как-то не планировал с ними воевать так ну уж слушай у нас довольно много ресурсов и камней так что мы можем создать уже так погоди а где моя конструкция а вот 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 блин надо как-то сделать что ли себе какой-то фонарик чтобы я отметил это место хоть немножко ну точнее его выделил как-то ты видишь она мне не отмечается и поэтому нам придется придется что-то предпринять так что мы можем сделать мы можем приготовить какое-то непонятное мясо так она у нас жарится привет что-то подбежала сша а неужели она подбежала к огню ну типа яркий свет притягивают насекомых как мотыльков но нет скорее всего она пыталась как-то перебежать через стену и да судя по всему с интеллектом у них не все идеально но возможно это из-за того что я там стоял сейчас он пробежит да сейчас он пробежал привет он захотел поздороваться со мной что что-то и снова побежать в стену ну ладно слушай а может быть нам действительно сделать тогда тут ворота и они может ну перестанут бежать здесь давай посмотрим так смотри-ка декор ресурсы вот дверь так дверь 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 блин она как-то не хочет у меня ставится оп захотела слушай даже баги те же что в фоллауте 76 ну или четвертом фоллауте так то есть тебе требуется веревки и вид с тем это судя по всему дерево а дерево я конечно видел но там наверное требуется топор второго уровня ну давай посмотрим то есть вот у нас тут есть бревно так ладно давай это срубим мне не понравилась эта веточка поэтому я решил ее срубить так а что у нас тут есть что-то я как-то немножко потерялся ладно сделан вид от третьего лица эх ты слушай но у нас действительно ребеночек ему судя по всему где-то лет двенадцать а может даже и меньше но он и прыгает так и извиняюсь камнем кидает просто на сколько метров ты кидаешь кстати камень ну метров десять будет нет даже больше ну ладно так а где у нас бревно мне нужно какое-то бревно вот оно так и что я могу с ним сделать сушая я вроде бы как ничего и сниму и сделать ты не могу может быть мне надо как-то а интересного можно как-то раскрыть и посмотреть что там внутри судя по всему нет так ты ж блин дай мне топор правда я не знаю зачем я это срубил но может понадобиться кто знает вообще я должен подходить базе все-таки у нас начало игры и я так понимаю мы должны постоянно что-то исследовать потому что ну черт подери в этом суть игры ты что-то исследует что-то создаешь рано или поздно получаешь предметы более высокого уровня и соответственно получаешь предметы ну точнее ресурсы более высокого уровня и в этом вроде бы как весь смысл ладно давай посмотрим что мы сможем получить из этого какие-то листья что это вообще такое ухты какая шляпа вау вау я хочу себе это все давай попробуем создать столько сухое листво что из этого можно сделать какое-то бревно или что это судя по всему фундамент так и наша тля так из нее мы можем сделать ботинки м что ботинки из 3 я не ослышался о господи ладно это это пожалуй и я даже не буду вдаваться в логику этого всего давай лучше подбежим и попробуем сделать нашу дверь и этого нам нужно будет для этого нам нужно будет сейчас слушай и я не могу стоять я хочу сделать себе шляпу срочно давай сделаем себе шляпу так я ее сделал а нет 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 я ее сделал но я ее не одел давай попробуем ее одеть так создать а что-то я не одел так а вот она так ну слушай он стал довольно интересно выглядеть давай попробуем сделать себе еще ветки так и наверное попробуем тогда создать еще я забыл как это называется пончо да пончо господи я ехали себе в реале пончо слушай ну в целом я могу посмотреть на свой персонажа ну да конечно я бы его как-то изменил ему внешность одел другие очки или может быть их нафиг снял ну ладно игра сама по себе довольно милая ничего не скажешь и если у вас есть друзья то я думаю вам будет весело поиграть не так что ж водичка 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 да нам нужно срочно собрать воды давай-ка попробуем слушай а он отсюда сможет сбить его получилось ну судя по всему он действительно какой-то атлет я бы не смог так камень кинуть так погоди на это получается чистая вода так чистая дождевая вода что ж нам здесь получается нужны веревки и общем то еще какой-то материал который если честно я так и не понял как делается так чё мы можем попробовать сделать так камень суши ну да я могу попробовать это сделать давай попробуем как нам как нам как нам это сделать раз два три четыре пять давай час так и крыша крыша серьезно так лог палит это ну давай наверное сделаем а это получается мы можем платформа да для листьев то есть мы можем складывать туда свои листья блин конечно мне не очень теперь нравится что у нас это все находится рядом с костром и если честно я бы все это как-то переставил но ладно так что у нас здесь есть ну судя по всему пока что каких-то хищников в эту игру не добавили там огромных хищных муравьев или что-то в этом духе так что вы хотите по я упал вниз так вроде бы все работает и что вы мне хотите сказать так я могу увеличить себя нет она мешает листья точно попробуем их срубить так это срубили это тоже срубили и наверное стоит собрать все таки это а ты представляешь сколько это листва весит то есть этому пареньку лет 8 и он получается на своих плечах тащит вот это вот все нам ну ладно что ж так а мы кинуть сюда не можем ну ладно получилось кое-как наверное я все-таки не то сделал но так здесь у него получается есть электричество здесь он вроде как тоже получает так вроде бы все есть нет 3 работает не на полную мощность и нам нужно его как-то починить посмотрим что там вообще такое так это работает он получается в той стороне а мы к нему как-то можем приблизиться да смотри вот он то есть мы его должны как-то починить а для этого нам нужно погоди я на кого-то наткнулся кто-то нас хочет атаковать ты стой вот так тебе отлично кстати мы почти забили свой рюкзак возможно стоит его как-то расширить и найти 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 сделать точнее еще один в рюкзак себе так а вот они и ломают его гадина так еще один получай судя по всему там еще и ниже успея ни черта не вижу ну ладно будем ориентироваться ориентироваться я не знаю на что ориентироваться елки-палки так будем ориентироваться на искры так тут еще один получай так и мы его вроде бы как починили а теперь нужно срочно отцу набежать потому что они теперь нас будут атаковать а я их не вижу а их толком не вижу так ладно что уж тут пошли попробуем встать на этот генератор может быть даже у нас получится увеличить себя в размерах кто знает но я как-то и не хочу особо мне есть друзья муравьи и вроде бы как меня приняли в этом мире хоть и где-то может мне тут остаться эх ладно давай попробуем активировать посмотрим что-то вообще будет что ж и на этом мы пожалуй будем заканчивать кстати напишите в комментариях обязательно как вам игра мне она показалась в какой-то степени милой и я думаю если бы играл с кем-то то было бы в разы интересней но это не точно в любом случае спасибо всем кто досмотрел этот ролик ставьте лайки подписывайтесь и да пока пока и до скорого берегите себя и своих близких